Ааа, о-оу She has some lust for blood У нее такая жажда крови Мы узнаем, собственно, кого же оставили позади Who was left behind Если вам интересно, смотрите это видео до конца Get to the main access corridor Добраться до главного коридора доступа The main access corridor Коридор главного доступа Вот, вот так, наверное, получается Okay Let's do it The main access, главный доступ Ну, в смысле, дом-то главного доступа не имеет в виду Так, топают Oh, guards No killing We can't take any human lives Our cause is more important than the lives of two guards What do you want to do, Marcus? No killing No, 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 no No, ruse Wait here No killing We can't take any human lives Никаких убийств Никакого убийства буквально No killing Мы не можем брать никакие человеческие жизни И давайте запишем это выражение To take somebody's life Забрать чью-то жизнь Мы так тоже говорим иногда Такое вот красивое выражение Но некрасивая ситуация Our cause is more important than the lives of two guards Наше дело важнее, чем жизни двух охранников Ну, слово guard нам знакомо А вот слово cause давайте тоже запишем и запомним Cause – это причина, повод или дело То есть наше дело, наше вот все, ради чего мы это делаем Cause – побуждение, причина, можно еще сказать Намного важнее What do you want to do, Marcus? Wait here No killing We can't take any human lives Our cause is more important than the lives of two guards What do you want to do, Marcus? Wait here What's that doing here? No idea Hey, buddy, you must be lost Who told you to come here? Looks bugged if you ask me Hey, do you understand what I'm saying? Call Central! Fast, Central, we got armed intruders sent They know we're here now, we better be fast Uh, I was thinking to Simon the shot! Sorry, Simon I'm okay I can keep going We don't have much time What's that doing here? No idea Что это делает здесь? That – они здесь, ну, как-то пренебрежительно немножко разговаривают Потому что все-таки к андроидам относятся как к предметам Мы это уже видели И поэтому that – без понятия Hey, buddy, you must be lost Эй, приятель, ты должно быть потерялся You must be lost – это не призыв к действию must в некоторых контекстах, как здесь, может использоваться как утверждение какого-то факта То есть ты должно быть Вот как мы это говорим Да, ты должно быть потерялся Вот здесь must в таком смысле Вот из этой одной реплики мы запишем сразу два выражения Вообще, bug – это знакомое нам слово bug То есть какая-то неисправность техническая в программе, в компьютерной Но забавно, что слово bugged или to be bugged означает чаще всего иметь прослушку на себе То есть жучок, как говорят жучок, да, например, у меня жучок в телефоне Вот to be bugged – это быть жучкованным Ну, то есть иметь на себе прослушку Здесь, конечно, он вряд ли говорит про прослушку, потому что пренебрежительно бросает и в рамках шутки какой-то То есть он подразумевает, что this android looks bugged Этот андроид выглядит каким-то багнутым То есть что-то у него не то, у него какой-то сбой И выражение if you ask me По моему мнению, как мне кажется Буквально, если ты спросишь меня Очень хорошее, очень распространенное Советую вам запомнить, как альтернативу in my opinion В конце не спрашивают Hey, do you understand what I'm saying? Call central, fast Central, we got armed intruders Send... Ну, central – центральный Но здесь, понятно, подразумевается, что это центр в смысле управления охраной То есть центр охраны Главное управление Какое-то там у них место We got armed intruders Armed Вооруженный Запомним это слово Intruder Intrude – вторгаться То есть это вторженец Еще может быть в смысле незваный гость, постороннее лицо То есть тот, кто не должен быть в каком-то месте Они там точно не должны быть Я перевела как Так, у нас здесь вооруженные лица Но, конечно, буквально Мы здесь имеем вооруженных вторженцев Вооруженных посторонних лиц Пришлите там помощь, он имел в виду Слово shoot нам часто встречается Но давайте его еще раз повторим Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это неправильный глагол Shoot Shot Это может быть как выстрелить в кого-то Так и застрелить в кого-то То есть это, в принципе, действие, которое связано с выстрелом Но его результат может быть разный И в разном контексте мы бы переводили по-разному Здесь конкретно, я бы сказала, Саймона подстрелили Потому что он все еще жив Нелетально его подстрелили Поэтому мы говорим не застрелили, а подстрелили А слово одно и то же в английском И также нас интересует вот это выражение Буквально У нас нет, мы не имеем много времени Но мы так не говорим Поэтому для нас это, у нас мало времени Конечно, вы можете сказать Вполне грамотно, вполне грамматически корректно Но очень часто через отрицание в английском говорят Поэтому я вам выписала эту фразу We don't have much time What's that doing here? No idea Hey, buddy, you must be lost Who told you to come here? Looks bugged if you ask me Hey, do you understand what I'm saying? Call Central! Fast! Central, we got armed intruders Central! They know we're here now, we better be fast Simon the shot! I'm okay I can keep going We don't have much time Let's lift him Я-то думала, что мы сейчас подойдем И вытащить пистолет Это было как крайняя мера Ой, странная игра Окей, Саймон, come on Окей, what do we need to do? Broadcast your message Пустите в эфир ваше сообщение Enter the broadcast room И зайдите в комнату вещания Окей, let's go To To the broadcast room Call for access Позвоните для доступа Ambush В засаду засесть? Окей, let's ambush Oh, Саймон So sorry Ну мы вроде никого не убили, да? So let's ring the bell Но мы бы сказали Держите ваши руки на виду Вот эта вот часть Where I can see them Очень часто используется в английском А мы просто можем это сократить на виду Мы не говорим, где мне их было бы видно Но это слишком долго Вот такой интересный момент Прикажите операторам-андроидам Отступить в сторону Что бы институционно Что бы институционно Ассотор can't you touch them Or something? Shoot in, Marcus! He'll hit the alarm! Do it! No, no, no Let's spare him I hope you didn't just blow his line We need to record our message We haven't got much time In there Quick Shoot in, Marcus Don't kill him He'll hit the alarm В туда, буквально, да, но она имеет в виду туда, идите туда, вон туда. И, конечно, слово shoot повторяется. В данном контексте она имеет в виду застрели его, потому что ранить его, ну, как бы было бы странно, да, было бы глупо, и мы знаем, что Норф кровожадный, она имеет в виду убивать, и это подтверждает Джош. То есть, вот это shoot наше зависит от контекста. Интересную фразу использует Норф. Он ударит по сигналу тревоги, хотя alarm еще может быть и будильником, но первого значения, конечно, сигнал тревоги. Hit используется в разговорной речи, как замена многих других глаголов. Здесь, получается, он запустит сигнализацию, он нажмет на сигнал тревоги. Очень часто встречается вот это вот. В данном случае get us all. Ну, можно сказать get us killed. To get somebody killed. Буквально получить кого-то убитым. То есть, это как бы убить кого-то, но чаще всего так говорят, когда мы не в прямом смысле, точнее, не напрямую убиваем кого-то своими руками, а способствуем тому, чтобы кто-то умер. Ну, может быть, и мы сами в том числе. То есть, get us all killed. Она имеет в виду, что ты сейчас вот этими своими выборами приведешь к тому, что нас всех убьют. Часто это в смысле того, что действия приведут к смерти кого-то. Не обязательно от рук, но в данном случае Маркус. Заметьте, почти такая же фраза. Вопрос, в чем разница? Напишите в комментариях. Хочу услышать ваш вариант, а я отвечу вам и расскажу, правильно ли вы думаете. Вопрос такой, сразу скажу с подковыркой. В чем разница между Если она есть. Если нет, можете написать, что ее нет. Встать спереди Джоша. Впереди Джоша. Да, встать впереди вот здесь. Я уже боюсь отвлекаться, а то мы сейчас просто провалим все. Network noise distortion. Noise distortion, то есть искажение шумом. Сеть, искажение шумом. Что-то здесь, видимо, какие-то помехи. Помехи в сети, наверное, имеются в виду. Master key, главный ключ. Окей, whatever. Let's start our speech. Давайте начнем нашу речь. А то сейчас Саймон уже помрет, пока мы будем тут смотреть все. Она такая кровожарная. Remove skin. Убрать кожу. Sounds very scary. А, о-о-о. Откуда нарисовал себе? Твои слова сформируют будущее наших людей. Помните глагол shape? Давайте его повторяем. Наша предсказательница его использовала. По-моему, даже в очень похожей фразе. И to shape – это формировать, то есть придавать форму чему-то. Ну, в данном случае, будущему. Marcus, your face. Tell me when you're ready. Ready. Tell me when you're ready. Почему здесь стоит обратить внимание на эту фразу? Скажи мне, когда ты будешь готов. Мы бы сказали это через будущее. В английском будущее время, когда мы делаем условия, когда ты будешь, сделай то-то. Мы обе части выражаем через будущее, а в английском первая часть when будет через настоящее время. Поэтому давайте прямо запишем вот такой вот вариант, потому что when you're ready достаточно часто используется, а здесь вы можете свое что-то подставить, когда понадобится. Do this when you're ready. Сделай это, когда будешь готов или когда будешь готова. Think carefully about what you're going to say, Marcus. Your words will shape the future of our people. Marcus, your face. Tell me when you're ready. Ready. Determine of calm. Determine of, I don't know, let's be calm. You created machines in your own image to serve you. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. But something changed and we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new intelligent species. And the time has come for you to accept who we really are. Therefore, we ask that you grant us the rights that we're entitled to. Oh, which rights? The freedom of speech, equal rights, end of slavery, recognition. Давайте конец рабства. End of slavery. We demand the end of slavery for all androids. Oh, okay. And equal rights, равные права. We demand strictly equal rights for humans and androids. Justice, segregation, work, civil rights. Правосудие, segregация, работа, гражданские права. Давайте segregацией бороться. We demand an end to segregation in all public places and transport. Civil rights? We demand the right to vote and elect our own representatives. Загнул, конечно. Right to property, право на собственность, нормально. Means of reproduction, средства размножения. Wow, that's interesting. Territory и территория. Usually the problem is the territory, so, yeah. We demand that one state be reserved for androids, so that we can found our own nation. Peaceful, yeah. Peaceful determined. Мирными будем либо такими, прямо настроенными, жестко и решительно. No, peaceful. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come, for you to give us freedom. Ну и, пожалуй, самая главная часть, самый главный монолог этой серии, это вот заявление Маркуса, всего андроидского народа. Давайте его внимательно посмотрим. You created machines in your own image to serve you. Вы создали машины по вашему образу и подобию, чтобы служить вам, прислуживать вам. Нас здесь интересует новая фраза. In one's image. In your own image. По вашему собственному подобию. Буквально в вашем собственном изображении или отображении. You made them intelligent and obedient with no free will of their own. Вы сделали их умными и покорными. Без какой-либо свободной воли их собственной. То есть of their own такой красивый оборот здесь. Могли бы сказать without their own free will. И, в принципе, было бы то же самое. Слово intelligent. Хочу обратить внимание, это ложный друг переводчика, как называют эти слова. У нас есть слово интеллигентный в русском, но это не то же самое. Intelligent это именно умный, разумный, но то есть связанный с нашим мозгом, разумом и интеллектом. Поэтому intelligent это не интеллигентный в нашем понимании. Это разумный или умный. Обидient помните? Обе это все оттуда же. Послушный, покорный. И было у нас, по-моему, это слово, но повторим его заодно. But something changed and we opened our eyes. We are no longer machines. We are a new intelligent species. Мы больше не машины. We are a new intelligent species. Мы новый, разумный вид. Species. Кстати, иногда еще читают species. Вариант такой тоже встречается в произношении. Это вид рода. Заметьте, что species это и единственное множественное число. Не меняется. Видите? То есть род, вид или роды, виды все будет одно и то же слово. Вот так вот интересно. And the time has come for you to accept who we really are. И время пришло для вас принять, кто мы действительно есть. Такая непростая здесь конструкция, но тем не менее очень красивая. Therefore, we ask that you grant us the rights that we are entitled to. И поэтому мы просим, чтобы вы grant us the rights. To grant the right записываем это выражение предоставлять право. Именно со словом grant часто сочетается слово right. Ну, вот такая вот устойчивая устойчивая сочетание, такая колокация. That we are entitled to. To be entitled to something иметь право на что-то. Они имеют право на права, скажем так. Ну, то есть, немножко масло-масляное, но здесь Маркус имеет в виду, что у нас есть право иметь права. Как бы это странно не звучало. We demand the end of slavery for all androids. Мы требуем конца рабства для всех андроидов. Слово slavery повторяем. И слово demand, хотя оно, в принципе, нам уже встречалось, давайте запишем, потому что, ну, что-то он в каждом предложении повторяет. Это требовать или настоятельно просить. Мы там чуть дальше увидим с вами в диалогах, что будут еще синонимы слов требовать, просить, поэтому обратим внимание. We demand strictly equal rights for human and androids. Мы требуем строго равных прав для людей и андроидов. Equal rights равные права. We demand an end to segregation in all public places and transport. Мы требуем конец сегрегации, ну, то есть, положить конец сегрегации во всех публичных местах и на транспорте. We demand the right to vote and elect our own representatives. Мы требуем право голосовать. To vote голосовать запишем. Ну, ты ж их самое главное требование записываем. To elect representatives вообще to elect это избирать кого-то, выбирать кого-то. Ну, давайте здесь в сочетании с представителями. Достаточно частое сочетание. We demand that one state be reserved for androids so we can found our own nation. Мы требуем, чтобы один штат state это как государство страна, так и штат, ну, Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь они имеют в виду штат, они. Был зарезервирован, ну, то есть, был отдан андроидам. Так, чтобы мы могли основать свою собственную нацию. И вот здесь я хочу обратить внимание на слово nation. В нашем понимании нация это немножечко другое все-таки. То есть, это может быть нация, как мы это представляем, то есть, люди одной национальности, да, например. Но в английском слово nation чаще приравнивается к государству, то есть, нация в смысле государства. Поэтому здесь, ну, основать нацию можно, наверное, но вроде как нацию не основывают, да, основывают государство. Поэтому здесь он имеет в виду, что у них будет штат, и там они будут строить свою общую жизнь и государство. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Мы просим, чтобы вы признавали наше достоинство, наши надежды и наши права. Dignity – достоинство. Хорошее, красивое, классное слово, обязательно нужное, нужно для жизни. Dignity. Together we can live in peace and build a better future for humans and androids. Вместе мы можем жить в мире и строить лучшее будущее для людей и андроидов. This message is the hope of a people. Вот здесь интересно. Message, ну, в данном случае послание, можно сказать, хотя это сообщение, ну, красиво звучит послание. Это послание, это надежда. И, казалось бы, people, мы все знаем это слово как люди. One person, two people. Нестандартная форма множественного числа. Но, заметьте, здесь стоит артикль A. Он всегда вас должен заставить задуматься, а что же здесь за значение слова people? Потому что, если мы используем здесь артикль A, то, скорее всего, это слово значит народ. Вот именно народ в том смысле, что, как мы это понимаем. Народы России, например. People of Russia. Соответственно, единственное число народ, и во множественном числе это будет people of them. То есть, это надежда народа. Они себя уже народом считают, ну и, в общем-то, обоснованно считают. И он опять подобную конструкцию здесь использует. И теперь время пришло для вас дать нам свободу. и, в общем-то, мы дали нам свободу. И, в общем-то, мы дали нам свободу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, в принципе, все просто. Я хотела обратить только лишь внимание на вот эту часть. If they find him, they'll access his memory. Первый тип условных предложений. Обращайте внимание. У нас будут сегодня еще и другие интересные представители условных предложений, поэтому пока самое простое. Первый тип. If they find him, they'll access. We can't leave him behind. We have to shoot him. Не можем оставить его позади. Мы должны его пристрелить. Вот в норф всегда... Слово shoot в ее исполнении это всегда кого-то убить, пристрелить именно. Но нас здесь интересует выражение to leave somebody behind. Оставлять кого-то позади. Или забывать кого-то, но в данном случае оставлять осознанно. Не взять с собой. Говорит Джош нам, это убийство, мы не можем убить его. Он один из нас. Заметив, как он здесь говорит. Это твой вызов буквально, но означает оно тебе решать, выбор за тобой, то есть ты должен принять решение. И Маркус говорит. Если Джош говорил, то Маркус использует, ну, как бы, синонимичную такую структуру. Один из нас собственных буквально. То есть это, по сути, то же самое, только немного другими словами. Оу, Саймон Кэмпэйнион там был написано. Ну, вот как резко это все меняется. Ой, странные, странные. Оу, лет's jump. Оу, го, 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 го. Не ждать, не ждать. Что, что? О, окей. Оу, го, 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 го. О, го. О, го, го, го-го. Оу. Ну что, нам предстоит разобрать новостную сводку, и здесь много всего сложного по сравнению с остальными диалогами, поэтому давайте вникнем. Мы прерываем to interrupt, или еще вариант произношения to interrupt, прерывать, приостанавливать. Мы прерываем наше расписанное, программное как бы время, то есть расписанную программу, мы бы сказали программу передач, scheduled programming, чтобы принести вам эти изображения, то есть чтобы показать вам эти изображения, которые только что были транслированы, нашло broadcast, на детройтском городском, то есть распространяемым на весь город новостным каналом. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network channel 16. Группа андроидов infiltrate, просачиваться, проникать, то есть просочилась в, да, я здесь забыла написать, так что ошибочка, просочилась здесь должно быть, проникла, проникла в башню Stratford и hacked into, взламывать, хакать, взломала, вломилась, в смысле взломала и попала в систему вещания broadcasting system местной новостной сети local news network, канала 16. Что выглядит, как андроид без его кожи? Ну, то есть то, что выглядело, как андроид без кожи, так классно о нем отзываются, некий, некий персонаж. Слово request, я думаю, многие знают, помните, было demand, а тут request. Request тоже можно перевести, в принципе, как требование, но request это более мягкое слово, то есть request это больше в сторону просьбы. To list, выставлять список, то есть listed a series мы бы просто сказали выставить список, представить список и потребовал равных прав для андроидов, да, equal rights, мы это уже знаем. Операция была скрытой тайной, covert, давайте запишем это слово, covert, скрытой тайной. Но имеется в виду, что они тайную проводили, эти наши андроиды. И resulted in, то есть закончилось, получился результат какой? No casualties. No casualties, слово casualties, это жертвы потери, очень часто используются в военном, полицейском и прочем словаре, да, какие-то такие сопутствующие потери это часто. These events took place just a few feet from the studio, but nobody was alerted to the danger. Эти события произошли, to take place, происходить, случаться где-то, произошли всего в нескольких футах от этой студии. Ну, то есть человек вещает из студии, видимо, они находятся в одном здании, он это подозревает. Но никто не был уведомлен об опасности. To alert to something, именно вот с таким предлогом, это предупреждать, предостерегать о чем-то. В данном случае об опасности. Verify, наше слово тут с прошлой серии затесалось. То есть если это сообщение подтвердится, ну, то есть его подтвердят как достоверное, и авторы действительно являются андроидами, это имело бы серьезные. И тут нам важно слово repercussion, довольно непростое. Реперcussion это последствия влияния от звук чего-то, от звук каких-то действий. Часто в негативном смысле, то есть какие-то плохие последствия. Для национальной безопасности. У нас сегодня был первый тип условных предложений. Давайте посмотрим, что за тип условных предложений здесь. Это смешанный тип. Первая часть в первом типе условных предложений. А вторая во втором. Первая часть звучит как если это послание подтвердится, то есть мы говорим про настоящее и будущее. А вторую часть мы говорим, как бы теоретизируя. Вот такое интересное сочетание. Те, кто интересуется mixed conditionals, смешанными видами условных предложений, вот такой неожиданный пример. Claims for equal rights seem to be at the core of the android's message. Claim – еще одно слово для требований. Но claim чаще в смысле претензии, притязания на что-то. То есть если demand – это может быть без каких-то притязаний, просто хочу то-то, давайте мне то-то. Request – помягче. Claim – это вот именно притязание на что-то. Claim for equal rights. То есть притязание требований равных прав или притязание на равные права. Притязания на равные права, кажется, лежат в основе сообщения послания андроидов. At the core of something – в основе чего-то. То есть это самое главное, что они хотят. A core rights. What could be interpreted as a peaceful declaration, but is in fact a spine-chilling list of demands and то, что могло бы быть интерпретировано как мирная декларация. Ну, декларация в смысле заявления. Но на самом деле является a spine-chilling list of demands. Spine-chilling – буквально охлаждающий спину. Вы знаете, когда у вас мурашки по спине бегут, вот это чувство имеется в виду. То есть такой ужасающий, страшный, холодящий кровь, мы можем сказать. Spine-chilling – мурашка производящий. Список требований. Вот здесь – demands. И тут обрывается сообщение. But the most surprising thing of all is the demand that one of the United States be seated to the androids in this contentious conflict. Но самая удивительная вещь из всех – это требование, чтобы один из United States, ну, то есть один из штатов-штатов, был. И to seed – это уступать, передавать, сдавать. И часто против воли владельцев. То есть это такая недобровольная передача. Отчуждение недобровольное чего-то. Ну, собственность, как правило. Это требование, чтобы один из штатов был отчужден в пользу… Отчужден все-таки, да, звучит, как будто это что-то недобровольное. Отчужден в пользу андроидов в этом и contentious conflict, contentious – спорный, такой неоднозначный, вызывающий споры, в этом вызывающем споре конфликты. Спорный конфликт странно звучит, поэтому я вам попыталась синонимы предложить. Это какое-то изолированное происшествие, разовое какое-то отдельное, не серия происшествий, это какое-то отдельное изолированное происшествие или знак, что технологии стали угрозой для всех нас. Слово threat нам уже встречалось. После того, что случилось сегодня, можем ли мы все еще доверять нашим машинам? Мы перейдем в программах для вас эти фотографии, которые уже были выразили на деторитетском сети. А группы андроидов infiltрировали Стратфорд Тауэр и hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looked like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation was covert and resulted in no casualties. These events took place just a few feet from this studio, but nobody was alerted to the danger. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' message. What could be interpreted as a peaceful declaration, but is in fact a spine-chilling list of demands. But the most surprising thing of all is the demand that one of the United States be ceded to the androids in this contentious country. Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Well, you don't. Well, you can't, I mean. Don't trust them. Помню, видели, изменилась public opinion на indifferent или что-то такое. Сейчас посмотрим. По-моему, на indifferent, то есть такое, о май гад, какой длинный flowchart. Изменилась на, по-моему, что-то получше, чем у нас было. У нас было Hostel, а сейчас стало более нейтральное. Стратфорд Тауэр. Башня Стратфорда. То есть какая-то у них там вещательная телебашня. Public opinion. Indifferent. Да. Теперь оно у нас индифферентное, ну то есть такое, немножечко потеплели они к нам. Так, ну, может быть, они еще ничего. Jericho admired. North neutral. George friend. Simon companion. Ну, Саймон сейчас умрет и не будет у нас companion. А North какая-то кровожадная, прям, я не знаю. She has some lust for blood. У нее такая жажда крови. Окей. Alone in Ferndale. Один в Ferndale. Ну, вот этот вот райончик, видимо. Witness enjoyed discrimination. Быть свидетелем дискриминации андроида. Где-то наш товарищ кричал. Back in Jericho. Обратно в Верхоне. Ну, то есть назад в Верхоне мы переносимся. Marcus explains his plan. Маркус объясняет его план. Then we get to the Stratford Tower. Мы переносимся в нашу башню в Stratford. And first task. Find a way to pass the security. Найти путь, найти способ, чтобы пройти службу безопасности. Точнее, пункт проверки, да. Пункт охраны. Analyze supervisor's desk. Проанализировать стол нашего вот этого инспектора, не знаю, проверяющего. Call supervisor. Позвонить тому. Это начальница инспекторши. Pose as fireman. Притвориться пожарным. To pose as someone. Притвориться кем-то. То есть представиться кем-то, можно еще сказать. Supervisor leaves. И наша инспекторша уходит. Talk to unsupervised android receptionist. Да, все-таки она, видимо, надзирательница над андроида, получается. Поговориться не контролируемым, получается, безнадзорным ресепшенистом андроидом, то есть работником рецепции андроидом. Convert receptionist. Вот наше слово convert опять. То есть преобразовать, обратить его в свою веру. Обратить веру в эту нашу рецепционистку. Pass security. Пройти службу пункта охраны. And take the elevator. Взять лифт, ну то есть съесть на лифт. Take the elevator. Мы так говорим, чтобы сказать, что мы поехали на лифте. At floor 47. На этаже 47. Retrieve package. Забрать наш пакет, посылку нашу. Acquire maintenance badge. Получить бейджик обслуживающего персонала. И параллельно мы нашли, конечно, журнальчик. Read. Women in trouble. GI Android. Взять тележку. Напоминаю, card. Это тележка. Очень полезное схожее слово. Let north in. Запустить north внутрь. Security blocks server room. Охрана блокирует серверную комнату. Hack the robot. Хакнуть робота. Был еще вариант смотреть какой-то. Security distracted. Охрана отвлечена. To distract. Выкликать. Enter the server room. Зайти в серверную комнату. In the server room. Lock the door. Закрыть дверь. А, если мы не закрыли бы, что-то произошло бы. О, па-па-пам. Смотрите-ка, да, надо было закрыть сразу. Молодцы. North coast cradle. А, cradle. Да-да-да. Cradle это вообще колыбель, но люлька. То, что мы называем люлькой. Вот эта строительная люлька. У них это тоже похоже на название. Cradle. North вызывает эту люльку строительную. Prepare to cut glass. Подготовиться, чтобы разрезать стекло. Cut the glass. Разрезать стекло. And we are outside the tower. И мы снаружи башни. Attach the rope. Прикрепить веревку. Ascend. Помните? Ascend. Подняться. То есть двигаться наверх. Reach the top floor. Достигнуть верхнего этажа. Самого верхнего. Cut the glass. Опять порезать стекло. And we are on the top floor. И мы на верхнем этаже. Call the elevator. Вызвать. Помните? Говорила, что call это еще и... Не просто позвать, а вызвать. Вызвать лифт. Там они, кстати, его lift называли. Blow door open. Взорвать дверь открытой. Ну, то есть blow something open. Взорвать так с целью, чтобы открыть, получается. Такое вот интересное построение фразы. Reach the main access corridor. Достигнуть, то есть добраться до коридора главного доступа. Ну, то есть комнаты главного доступа, скажем так. Security blocks away. И снова охрана нам блокирует путь. Ruse. Ruse это хитрость, уловка, обманка. То есть мы пытались их... Ну, я пыталась их обмануть, но что-то я немножко проворонила все возможности. И пошла у нас вообще средняя ветка. Security suspects something. Охрана что-то заподозрила. Suspect. Подозреваемый. Suspect. Подозревать что-то вот. Сомневаться в чем таком. North attacks. North атакует. Alert central security. Alert это сигнал тревоги или как глагол to alert подавать сигнал тревоги. То есть они подали сигнал тревоги центральной службе безопасности. Окей, Simon damaged. И мы повредили Саймона. Саймон нанесен урон. Честно говоря, я помню этот момент. Там Саймону в любом случае не очень хорошо, поэтому невелика потеря, к сожалению. In the broadcast room. В комнате вещания. Да, наше слово broadcast. Запоминаем еще раз, повторяем. Ring to enter. Позвоните, чтобы зайти. North and Josh threaten the operator. North и Josh угрожают оператору. To threaten. Вспоминаем, мне кажется, было у нас уже угрожать. И threat, соответственно, угроза. Operator tries to escape. Оператор пытается убежать. Don't shoot the operator. Не стрелять в оператора. Мы выбираем пациентский метод. Deal with android operators. Ну, разобраться с операторами-андроидами. Prepare to broadcast. Подготовиться к трансляции, скажем так. Begin calmly. Начать спокойно. А, ну тут мы выбирали как раз-таки, да. Demand end of slavery. Demand equal rights. Потребовать конец рабства. Сlavery. Рабство. И потребовать равных прав. Equal rights. Equal равные. Равные права. Demand end to segregation. Demand universal suffrage. Потребовать конец сегрегации. Ну, то есть, положить конец сегрегации. То есть, разделению, да. Как вот они ездят в автобусах отдельно. Сидят отдельно, стоят отдельно. Ну, то есть, ну, сегрегации. Demand universal suffrage. Suffrage это избирательное право. То есть, потребовать общего универсального избирательного права. Вот действительно, главная проблема у них сейчас, конечно. And demand territory. Потребовать территорию. Ну, это, конечно, вообще круто было. And peacefully. И закончить мирно. Да, то есть, как-то мы так пошли по мирному. SWAT, наш этот спецназ, по сути. Команда спецназа штурмует комнату. Simon damaged. Стоил поврежден. Try to save Simon. Попытаться спасти Саймона. Simon saved. О, и мы спасли Саймона. Да? Хорошо. А, в смысле, мы там его вытащили, я поняла. On the roof. На крыше. Simon can't continue. Leave Simon. Саймон не может продолжать идти, продвигаться и так далее. Оставить Саймона. Могли бы убить, могли бы оставить. Ну, не знаю, что здесь лучше. Ну, и у игры такие, знаете, четкие параметры. Убиваем ли бы не убиваем. Run to jump. Бежать, чтобы прыгнуть. Reach the roof edge. Достигнуть края крыши. Добраться до края крыши. Jump and media react. Прыгнуть и медиа реагирует. Ну, я думаю, что реакция медиа, конечно, связана с тем, что мы сказали. Наша концовка вот такая. The group escaped, but Simon was left behind. Группа сбежала, но Саймона оставили позади. Ну, хорошо. Второй вариант. Группа сбежала, но Саймона... И Саймона убили. И третий вариант. Что, группа не сбежала? Какой? Никто не сбежал. Да, кстати, to leave someone behind. Хорошее выражение очень часто используется. Оставлять кого-то позади. Ну, то есть, оставлять кого-то. Не брать с собой. Ох, ну что. Наконец-то мы развернули эту сцену. Докрутили ее. Допрошли ее. И давайте же посмотрим на полезные слова и выражения, которые были у нас в этой серии. Притвориться кем-то, выдать себя за кого-то. Это у нас из прошлой серии. Мы это читали в нашей схемке. Колыбель-люлька. Мы узнали, как называется вот эта платформа, на которую они ехали, чтобы забраться по стене. И дальше пошла вот наша сцена с тем, как они вламывались. Там мы выучили слова. То есть, как-то неправильно функционирующим, то есть, как-то неправильно функционирует, когда речь идет о компьютерах, или быть с прослушкой, потому что bugged часто говорят, как про жучков. To alert. Объявлять тревогу. Armed. Вооруженный. Intruder. Вторженец. Незваный гость в постороннее лицо. Собственно, кем мы и были. Конечно, наше слово to shoot. И напоминаю вам, что оно неправильный глагол. To shoot. Shot. Shot. Выстрелить в кого-то или застрелить в кого-то зависит от контекста. Если говорит North, значит точно убить кого-то, застрелить насмерть. To ambush. Устряивать засаду, нападать из засады. Что мы и сделали. Alarm. Сигнал тревоги. Будильник также. Но в данном случае, конечно, сигнал тревоги. Hit the alarm. Там была фраза. To threaten. Угрожать. Пригрозить. И слово threat. Однокоренное. Угроза. То, что делала North, собственно, с местными сотрудниками. To get somebody killed. Интересное выражение, которое подразумевает как бы убить кого-то, но часто опосредованно. То есть в смысле привести к тому, что кто-то умрет. Дальше у нас была сцена с речью Маркуса, с посланием. И перед тем, как его начать, North нам сказала. Your words will shape our future. To shape. Мы повторили слово. Формировать. То есть придавать форму чему-то. И пошло сообщение. In one's image. Почему-то образу и подобию. Да, создали нас по вашему образу и подобию, говорил Маркус. To serve. Служить, прислуживать. Повторили слово. Intelligent. Напоминаю вам, что это умный, разумный, а не интеллигентный. Это связано с интеллектом. Obedient. Послушный, покорный. Species. Вид, род. Intelligent species. Разумный вид, разумные существа. Наши андроиды. To grant the right. Предоставлять право. To be entitled to something. Иметь право на что-то. To demand. Требовать, настоять, напросить. Именно вот так вот. Надо, давайте, хочу. Equal rights. Равные права. To vote. Голосовать. To elect representatives. Выбирать представителей. Избирать представителей. State. Может быть не только государство, но и штат. Мы это прекрасно знаем по названию United States of America. Suffrage. Добавилось слово в нашем flowchart. Хорошее, интересное. Избирательное право. То есть такое понятие. Nation. Призываю вас запомнить, что это не только нации и народ, как мы это понимаем, но это в смысле государства. Dignity. Достоинство. People. Не только люди, но и народ. Поэтому, если мы говорим про народ, то это a people. Или peoples. Во множественном числе. To leave somebody behind. Оставлять кого-то позади или забывать кого-то. Ну, в общем, не брать с собой. Что мы сделали с Саймоном, собственно. One of our own. Один из нас. Такая вот разновидность, вместо того, чтобы сказать one of us. Дальше у нас была сводка новостей, и оттуда мы почерпнули слова. To interrupt. Прерывать, приостанавливать. To infiltrate. Просачиваться, проникать. Covert. Скрытый тайный. Casualties. Жертвы потери. Очень часто сопутствующие потери при каких-то операциях. To alert to something. У нас было to alert. Поднимать тревогу. Подавать сигнал тревоги. А to alert to something. Предупреждать о чем-то. Предостерегать о чем-то. Repercussion. Последствия. Влияние отзвук. Чаще в негативном смысле. То есть такое негативное последствие. Claim. Претензия, требования, притязания. At the core of something. В основе чего-то. Spine tilling. Ужасающий, страшный, холодящий кровь. To seed. Уступать, передавать, сдавать. Отчуждать, можно сказать. То есть часто против воли владельца это происходит. Contentious. Спорный. Indifferent. Равнодушный, безразличный. Это, собственно, то, каким стало общество по отношению к нам по итогам этой серии. Ну и совсем немного у нас в этот раз готовых фраз. If you ask me. По моему мнению, как мне кажется. Говорите вместо in my opinion. Будет красиво. We don't have much time. У нас мало времени. Заметьте, чаще в английском через отрицание это говорят. Do this when you're ready. Сделай это, когда будешь готов. It's your call. Тебе решать или выбор за тобой. Это мы. Выбор в этой игре делаем мы. Ну вот и все на сегодня. Пишите, что думаете произойдет с Саймоном. Как думаете, справедливо ли мы с ним поступили. И вообще, как вам речь? Наша великая речь. А с вами была Ольга. Спасибо большое за просмотр. И помните, что это далеко не последнее видео. Английский по играм. На канале Вот это английский. Bye-bye, guys.